Ну а перед началом данного видео, дорогие зрители, хотел бы рассказать вам об одном знакомом мне сервере – Raptor Survival. Этот проект основан на игре The Isle. Его целью является приятное времяпровождение в доисторическом мире для разной аудитории. Будь то любители роллплея или же мастера сражений. Главным принципом является то, что на сервере царит равноправие, кем бы ни являлся играющий – админом, ютубером или обыкновенным игроком. Данный сервер может предложить для вас интересные и необычные ивенты, уникальные календарные события, призы и подарки. Адекватная администрация старается всячески развивать сервер, всегда приходит на помощь и терпеливо отвечает на все возникающие вопросы. В их дискорде часто можно увидеть предложения или голосования как от игроков, так и от админов на различные темы, изменения в правилах, выбор ивентов или новые предложения от участников. Если у вас есть интересные идеи, то можете, не стесняясь, предложить их в определенный канал. И пускай вас не оттолкнет небольшой онлайн, этот сервер недавно начал свой путь. Приходите, надеюсь, вам понравится. Все ссылочки на сайт и название сервера на их дискорд я оставлю в описании под видео. И всем привет, друзья! Вы на канале SkyTopGames и у нас в эфире The Isle of Rima. Как я вам и обещал, ребята, после стримов на Корнотавре и на новом Стигозавре в обновлении Эврима, мы с вами поиграем тоже за интересного зверька под названием Гипсилофодом. Вот такой вот маленький хвостатый тараканчик, как многие его называют. Ну что же, давайте начинать. Так, ну, пол тут пока бессмысленно выбирать, насколько я понял. Гнездование будет со следующим, наверное, скорее всего, обновлением. Такс. Самое главное, чтобы у меня не было никаких потерь кадров и всего остального. Так, ну что же, ребята, мы с вами на сервере Raptor Survival. Все ссылочки в описании. Ммм, интересный. Интересный малый. Что у нас по родству? Так, угу, мы сразу же в стадии Адолта. Вес 160 килограмм. Ну, здесь, конечно, приведена неправильная информация, я точно тебе скажу. Его вес составлял всего лишь, по-моему, 20 килограмм, но не 160. Как такой маленький зверек, посмотри, по сравнению с человеком, чуть выше колена, может весить 160 килограмм. Скорость 39 километров. Ну что же, попробуем, попробуем пробежаться. Ммм, да, довольно-таки шустрый и малый, я тебе скажу. И посмотри, какое оперение у него, какой у него интересный хвост. Чем-то напоминает мне павлина и вот эти усы таракани. Помесь какая-то. Ну, в реальности у гипсилофодона вроде бы не было оперения. Не знаю, поправьте меня в комментах, если я не прав. И вроде бы не было таких длинных усов. И вообще их не было. Ну, возможно, возможно, было, ну, не знаю. Разработчики внесли, как всегда, свою интересную лепту. Так, а что у нас по крикам? Давай единичку нажмем. Ох, узнаю этот крик, знакомый. Который меня троллил на стриме по Горнотаврам. Дунечка. Ух, ты опасный, да. Не дай бог встретиться с тобой где-нибудь. Зов о помощи. Громкое существо. Угу. Так, смотри, мы можем, кстати, прыгать. Зажимаем пробел. Он поднимает хвост. И прыжок. Кстати, да, гипсилофодоны умеют залазить на деревья. Я тебе скажу больше. Хорошо. Интересно, вот наверх этого дерева мы сможем запрыгнуть? Или все-таки нам нужно найти будет какое-нибудь дерево пониже? Да, наверное, скорее всего, дерево пониже. Ну что ж, ладно, хорошо. Давайте пробежимся вглубь, наверное, и в Римы. Хотел я показать вам одну фишку, как гипсилофодон плюется ядом. Ну, то есть, это у него даже не яд, а желудочный сок, с помощью которого можно на время, кстати, ослепить врага. Если он за тобой гонится. Но, блин, у меня кончилась стамина, поэтому сейчас я немного отсижусь. И, в принципе, я вам это покажу. Так, мне бы что-нибудь покушать. Прожорливый малыш довольно-таки, я смотрю, очень быстро хочет есть. Ага, я чувствую запах. Запах, наверное, кустов смородины. Я не знаю, как было раньше, но, по-моему, с первым обновлением в Римы я кустов вообще никак не мог найти. Но сейчас, по-моему, на карте стало то ли их больше, то ли все-таки разрабы поправили это. Может, кусты и были, но как-то, не знаю, не взаимодействовали, не действовали запахи здесь. Что их невозможно было найти. Ой-ой-ой-ой, бедный малыш. Да, вот, кстати, насчет того, что сейчас было. Это малыш, простите, проблевался. То есть это переедание. Это переедание. Где-то в обзоре я говорил, ну зачем нужно это сюда вносить? Нет, ну если только для разнообразия, так сказать, геймплея. Ох, малыш прочистил свой желудок. Маленький желудок. И давайте найдем тогда какую-нибудь воду, пробежимся туда, к лобе. Попьем. Так сказать, прополощим рот после того, что мы сделали. Прекрасно. Смена дня и ночи, кстати, ребятки, уже вечереет. Так, я не могу пить. Вот, отлично. Стамина очень долго восстанавливается у этого малыша. Очень долго. Я сделал, по-моему, всего лишь пару прыжков и... Все. Так, эмм... Давай же поваляемся в грязи. Ах, посмотри, как он мило... Сначала... Эмм... Извалял свою мордочку в грязи. То есть он двумя лапками ее как бы взял грязь в лапки и почистил мордочку. А потом сам упал и повалялся в грязи. Давай еще раз посмотрим. Маленького хомячка или барандучка мне сейчас он напоминает. Так, ну, ладно. Не знаю, давай пройдемся, может быть, вдоль этой реки. Может быть, кого-нибудь увидим. И даже попробуем плюнуть желудочным соком кому-нибудь прямо в лицо. Не знаю, сейчас получится у меня это или нет. Стамина, наверное, мне не даст этого сделать. Смотри. Мы прицеливаемся. Допустим, вот наша жертва. И плюем. Так, подожди. Стой. Давай. Вот так это. Вот так это бывает. И сразу же бежим. Слушай, да, это очень прикольно. Так. Блин, ночь. И мне это не нравится. Надо куда-нибудь выйти, наверное. Хотя лучше, наверное, куда-нибудь, на какой-нибудь камень, что ли, залезть на поляне. Где бы его еще найти? Я ничего не вижу. Ладно, короче, возвращаемся к реке. Для тех, кто, возможно, что-то пропустил. Не знаю. Я еще раз покажу, как малыш переедается. Смотрите. Попрошу особо мнимых отвернуться от экрана. Что-то ненасытное. Ну же. Ох, сейчас что-то... Ох, я предупреждал. Фу, какая гадость. Так, ладно. И, кстати, я заметил, если... Ты переел, то есть твой Дина проблевался. Определенное количество еды он... То есть теряет из желудка. Ну, в принципе, это и логично. Свойственно всем. Даже человеку, если ты переел или еще что-то, ты вдруг... Фу, давайте завяжем, короче, эту тему. Не будем об этом. Так, вот подходящий камень, где можно, наверное... Блин, переночевать. Только мне бы туда запрыгнуть. Давай, павлин, таракан, усатый. Помесь всех тебя. И я тут... Короче, давай залазим туда. Ай, черт с тобой. В общем, я буду спать здесь. И посмотри, какая прекрасная ночь стала во время. Вот то есть до этого, когда только вышло обновление... Такое было несууразное черное небо, я тебе скажу, что просто капец. А теперь, да, реально. Это великолепно все выглядит. Достаточно даже очень похоже на Левисе. Правда, ночное зрение здесь еще не работает, но ночь... Я не скажу, что здесь она прямо-таки темная, нет. Все видно, все прекрасно. Но, скорее всего, потом, конечно, в дальнейшем, в новых обновлениях, ночи здесь будут достаточно темными. Как и в самой основной ветке. То есть в Левисе. Так. Стамина у меня, в принципе, восстановлена. Я хочу опять выйти, наверное, к водоему. Попить. В принципе, можно что-нибудь поесть. Опасностей я никаких не вижу. И сейчас попробуем дождаться утра и запрыгнем на какое-нибудь дерево. Что еще хотел я сказать по поводу разбросанных кусков мяса на карте Исла Эспера. Ох, это... Не знаю, было очень... Наблюдать, так знаете, очень печально. И хоть глаз выкали, а куски мяса просто висели в воздухе. Но сейчас... Подожди, стой. Но сейчас вроде бы... Вроде бы... Разрабы поправили. Кусочки мяса должны уже ровно лежать на земле. Вот, кстати, я чую кусок мяса. Я хочу это проверить. Кто может нас опять обманули? Блин, темно, ничего не вижу. Я ничего не вижу, абсолютно. Хотя, может быть, уже пора бы разрабам внести ночное видение в игру. Давайте переплывем. Я не утону. Ну и где кусок мяса? Я ни черта не вижу. Что, он под водой, что ли? Стой, стой. Реально кусок мяса под водой? Да вы чё, издеваетесь? Стой, ну-ка. Или это рыба так пахнет? Нет, ну до рыбы, конечно, здесь ещё очень далеко. Кусок мяса под водой. Как его достать оттуда? Объясни мне. Вот если я бы сейчас был хищником, я бы очень голодал. Чё мне надо делать? Извини, у меня не еда и на зух. Я не могу нырять. Капец какой-то. Ладно. Я думал, увижу кусок мяса, который лежит на берегу ровненько. Не висит в воздухе. Да, прикольно. А вот, кстати, по поводу тёмной ночи я, по-моему, был неправ. Посмотри, насколько стемнело. Только, знаете, темнеет прямо как-то такими отрывками. Сначала так резко чуть светло, потом ещё чуть темнее. И потом прям сразу раз и ночь. Великолепно. Вот, посмотри. Теперь резко стало немного светло. Так, короче говоря, мы идём к большому пальцу. Я пробую кричать. Может быть, нас кто-нибудь услышит. И мы найдём такой же пати гипсилофодону. Если, конечно, мы не нарвёмся на какую-нибудь, блин, опасность. Не знаю. Так, подожди. Это что? Стой, это что было? Вода? Стой. В смысле? Как? Подожди. Поправили они, да? Поправили, называется. Смотри, вода висит в воздухе. Ладно. Хорошо. Ну, находясь у воды и не напиться. Вылези. Ой. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Что-то меня это прямо-таки пугает. Пугает, пугает. Гипсилофодон постоянно хочет пить, есть, блин. Конечно, он такой маленький, резвый чувачок, я бы так сказал. Так. Так. Так, подожди. Водопад. Сейчас мы здесь тоже переплывём. И идём в направлении Большого Пальца. Так, у нас, короче, первые звуки опасности где-то, по-моему, нас прокричала Юта. Надо быть внимательным. И я с удовольствием, с большим удовольствием плюну ему в лицо, как только он ко мне подойдёт. Давайте попробуем... Попробуем его выманить на себя. Ага. Блин, запрыгнуть бы, конечно, ещё бы куда-нибудь на какое-нибудь ближайшее дерево. Мне надо, наверное, сразу найти его. Всё в порядке. Окей. Короче, на районе уже сходка. Посмотри, я нашёл двух ещё малышей-гипсилофодонов в лице своих подписчиков. Так. Ну что же. Такая бригада уже мне даже нравится. Нас уже много. Так. Сейчас, подожди. Я чуть-чуть восстановлю стамина. До конца уж, так сказать, да? Ой. Стоять. Юта. Юта Админ. Прекрасно. Плюнуть ему, что ли? Оу, ещё и стегач появился. Прекрасно. Ну, уже такая более-менее бригадка из травонядных. Вы что, ему там в лицо, что ли, плюёте? Не надо, не надо, не делайте этого, гипсики. Прошу вас. Слушай, ну я сейчас вроде бы как бы на лугах, где можно есть траву, но чё-то гипси вообще просто хватает воздух. Не пойму я, не пойму я, подожди, ну-ка, стой. Где же есть растительность? Хотя, по-моему, стегач без вопросов прошёл и желал эту траву. Странно. Кто-то просит плюнуть. Давайте плюнем в стегача. Угу. Прости меня. Так. Оу, кстати, видно зону поражения. Оу. О, ха-ха, досталось, досталось гипсилофодону. Досталось гипсику, я понял. Угу, это, как говорится, боль за боль. Вот, посмотри. Ммм, это... Это было ужасно. Зачем плевать мне в лицо? Так. Я слышу юты. Я хочу их патролить. Хочу патролить ют. Так, приняли грязевую ванну. И, короче, Юта сказала нам в чате, что... Пока она не шибко голодная, она только покушала. Видимо, отведала такого же гипсилофодона, как мы. Но она предупредила, что она нас найдёт. Ну, ладно, хорошо, пускай. Пускай, пускай, пускай. Так. Ммм, блин, как мне достала эта ночь? Когда уже будет рассвет? Нет, ну, серьёзно. Почему ночь такая длинная? Идёт намного дольше, чем вообще в Легасе. Ночные приключения не кончаются. И, короче, мы со всей братвой решили найти какое-нибудь низкое дерево, чтобы запрыгнуть туда на сука и посидеть. Кстати, скорее всего, это будет прекрасная добыча в будущем для птеродактилей, которые будут летать, как ястребы, выслеживать жертву в лице гипсилофодона, хватать её с деревьев и есть. А гипсик, я думаю, блин, это маленькое существо, и всего лишь будет на один, ну, не на укус, а на один... Ну да, на один укус в клюв в птеродактиле. Вот, кстати, сейчас попробую я запрыгнуть. Не знаю, получится или нет. Блин, я перепрыгнул. Хорошо. Стой. Надо не спешить. Зажимаем пробел. Стамина, конечно, блин, потом очень долго восстанавливается. Всё. Может быть, что-то не так вот с этими деревьями? Хотя, да нет. Вроде бы, как бы, я в него втыкаюсь, и, по идее, я должен запрыгнуть. Блин. Наверное, последние остатки стамины. Всё, да, мне они не дадут просто запрыгнуть. Ну что ж, ладно, давай отргенимся и попробуем ещё раз прыгнуть. Я так понимаю, что его слоновий вес 160 килограмм тратит стамину, когда мы встаём. Посмотри. Ого. Нет, ну ты вообще, что ли, офигел? Посмотри. Просто процентов, ну, наверное, 15-20 у нас тратится при вставании с земли. Ммм, интересно. Так, рассвет. Прекрасно. Я давно ждал рассвета. Все съёмки практически прошли ночью. Фух. Утро, рассвет, и наши гипсилофодоны решили пойти попить воды. Перекусили сочными кустами смородины. И пойдём теперь попьём воды. Я представляю, сейчас выходишь к водопою, и какой-нибудь корнотавр выбегает на тебя с той стороны берега. Ого. Он прямо-таки весь туда залез. Полностью погрузился в воду. Что же ты так долго пьёшь? Да. Надо будет какое-нибудь искать одиночное место. А в дальнейшем, наверное, для выживания, знаете, какое-нибудь одинокое озеро. В какой-нибудь глубинке Ислы Эспера. Чтобы было достаточно кустов. И там просто спокойно лайтово нежится на гипсиках. Ещё, я думаю, наверное, самая такая первая опасность для гипсилофодонов в будущем будет, скорее всего, троадоны. Помните троадонщиков? Да-да-да, вот именно они. Они будут такими же маленькими, будут держаться стайками и нападать на маленьких беззащитных гипсилофодонов. Ну, конечно, заплевать мы их успеем всех. Понежились в грязи прямо в грязные лужи. Так. Спа-салон. Спа-салон для гипси открыт. Мило. Найс. Так, ладно. Я всё-таки хочу попробовать запрыгнуть куда-нибудь на какое-нибудь дерево. Вот здесь самое, наверное, такое подходящее будет. Подождем. Ай, не кричите так. Иначе сейчас придёт опасность в лице Юта, которая обещала нас найти и убить. Сосредоточимся. Присядем. Распушим свой прелестный павлиний хвост. И делаем безумный прыжок. В смысле? Почему я пролетаю сквозь эту ветку? На определённые деревья? Он может запрыгнуть на определённые деревья? Чё-то я не понимаю. Вообще, ангел во время охоты... Хм, я помню, у него прям отлично удалось залезть на какое-то дерево. Практически такое же. Так. У Трастера тоже не получилось. Что-то, что-то пошло не так. Хьюстон, у нас проблемы. Кстати, по поводу ещё комбинации... ...удара. Скажем так. Что может сделать гипсилофодон? Может нанести небольшой укус. Примерно вот так. Вот, да. Ну, конечно, бледа особого он не даст. Никому. Из крупных динозавров. И даже, наверное, скорее всего, не вцепится ни в кого. Оу, крик Юты. По-моему, по-моему, Юты идёт за нами по следам. Если только она как только выйдет, я сразу же прямо сделаю плевок в неё. Гипсилофодончики, держимся. Держимся, малыши. Ой-ой-ой, а вот и, кажется, Юта, кажется, Юта пришла. Защищаем, защищаем. Плеём. Уходим. Уходим в рассыпную. Бедная Юта получила два плевка в свою морду. Тихо, тихо. Нужно затаиться. Нужно затаиться. Тихо. Спокойно. Малыши в рассыпную. Получила. Получила своё. Юта решила, короче, нас выследить. Ну что ж, давай попробуем. Ну, только если по запаху. Я не настолько пока сумасшедший, чтобы кричать. Где она? Слушай, там опасность, и я... Стой. У нас потери. У нас, по-моему, потери. Да, у нас... Блин, Юта убила одного гипсилофодона. Насытился, насытился, гад. Ну давай. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Тихо. Спокойно. Выходи, я готов. Давай. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой, это больно. Это было больно. Блин, Юта. Послушай, как она наслаждается... Перекусом моего маленького тела. Ну, я возьму ещё одного гипсилофодона. Так, ну что ж, я вернулся на место нашего сражения. И мы сейчас опять начнём троллить эту Юту. Ой. Стой. Подожди меня. Вот да. Сейчас бы, конечно, был самый подходящий момент забраться куда-нибудь на какую-нибудь ветку. Может, всё-таки мне удастся. Попробуем вот на это дерево запрыгнуть. Подожди. Давай, по идее, ты же можешь это, малыш. Блин. Давай, давай, давай. Сосредоточься. Да, да, у меня получилось, у меня получилось. Ну, теперь достань меня. Ну, теперь попробуй. Так, самое главное, мне бы теперь не свалиться отсюда. Прицел. Ну-ну-ну-ну. Получай. Это было не очень приятно, да? Давай ещё. Ещё хочешь? Ну, принимай. Вкусно? Заплевали, блин, со всех сторон. Блин, потеря. Потеря из потерь. Всё, я не могу уже плевать, потому что мой желудок полностью высвободился. У меня нету больше желудочного сока, и я не могу опять в него плеваться своей плевотнёй. Плевать, ой. Всё, короче, походу Юта утомилась, просто легла спать, смотри. Ой, блин, треатрадоны, гипсилуфодоны стоят, разнюхиваются её тело. Так, ладно. Ну что же, тогда можно, в принципе, слезать с этого дерева. Опасность миновала. Товарищ у нас пошёл в АФК, выходить с сервера. Ну, не буду я его пить. Мне, блин, действительно жалко эту Юту, хотя... Эта Юта не пожалела наших малышей. Выходить по её телу, потоптать её. Давай я тебе спинку помню, хочешь? Двуголовый мутант-гипсилуфодон. Приколись. Блин, ну они так дышат, знаете, прямо такой человеческий вздох и выдох. Блин, ну они такие няшкие, посмотри. Пригляделся и подумал. Морда чем-то ещё напоминает вот эти глаза, знаете, кроликов. Это помесь, короче говоря, павлина, таракана и кролика. И хомячка. Особенно, когда он умывается своими лапками. Двумя передними лапками. Не умывается, а... Обтирается грязью, чтобы его никто не нашёл из хищников. Чтобы сбить запах с себя. Такс. Ладно. Хорошо. Можно было бы найти воду, попить бы, наверное, я думаю. И, кстати говоря, система звуков, знаете, самой озвучивания атмосферы стало немножко поприятнее. Оживили, в общем, мир Исла Эспера, я тебе скажу. Так, у нас, короче говоря, ещё одна Юта. Которая, по-моему, нарывается сегодня на гипсилофодонов. Правда, опять стемнело. И это не очень хорошо. И вновь опасность, вновь опасность Нас зовёт в бой. Получай. Ну, ослеп, малыш. Ну, выйди. Тихо. Спокойно. Спокуха. Спокуха. Не может найти. Смотри-ка. Приятно. Сейчас я его попусаю даже. Ой, это было больно. Извиняю. И извиняюсь. Всё? Просто испугалась. Вижу. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Уходим. Стой-стой-стой-стой-стой-стой. Стой. Притаимся. Не может найти нас. Он не видит нас. Она голодная. А мы очень злые и свирепые. Тихо-стой-стой-стой. Тихо-стой-стой. Не получилось, малыш, да? Давай-давай-давай-давай, мой родной. Ну же. Стой-стой-стой-стой. Быстрее на дерево. Быстрее на дерево. Да почему? Почему я не мог запрыгнуть? У нас потери. Одного гипсилофодона у нас убили. Ты куда-то уносишь моего, блин, друга, собрата. Боится и уходит. Посмотри, боится и уходит, что я сейчас ему опять накусаю. Не, Ют, так не пойдёт. Я тебе буду мстить. Ай-яй-яй. Это было больно. Фух, ладно, ребятки. В общем, если тебе понравилось наше прохождение и мини-обзорчик за гипсилофодона, пальчик вверх, подписочка на канал. Всем спасибо, ребятки, кто принимал участие в съёмках. Всё. Всем пока-пока.